Железная дорога – территория повышенной опасности. Так говорят нам еще со школьной скамьи. Тем не менее, из раза в раз находятся те, кто перебегает железнодорожные пути в неположенном месте, рискуя своей жизнью. Так, 24 сентября на путях железнодорожной станции Расторгуева возле платформы номер 2 поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину. Мужчина, 56-го года рождения, залезал здесь на платформу, не справился и его задавил поездом. Мы по этому поводу здесь сегодня собрались, чтобы провести рейд, посмотреть, все лишь в порядке с инфраструктурой. С инфраструктурой на станции Расторгуева все в порядке. Только вот нарушителей, увы, меньше не становится. Ежедневно это происходит, лазают, прыгают. Ну, в целях, не знаю, экономии, наверное, времени, либо средств. 10 минут может стоить им жизни, либо 50 рублей, сколько там, или 30 рублей стоит проезд, тоже может стоить им жизни, что не стоит рисковать. Только за время проведения профилактического рейда, организованного силами администрации муниципалитета, административно-пассажирской инспекции, министерства транспорта Московской области и полиции, мы насчитали троих таких антигероев. А вы кирпичик кладете, чтобы удобнее забираться было? Мужчина! Сергей, например, провожал на электричку девушку и совсем не собирался становиться героем нашего сюжета. Смотрел направо, налево. Ну, то есть вы были уверены сто процентов? А часто так делаете? Нет. Только когда девушку провожаете? Ну, когда выходные выпадают. С ним, как и с другими нарушителями, сотрудники назорных органов провели профилактическую беседу. Часто проводите? Достаточно часто. Помогают, на ваш взгляд? Или все-таки они датят? Помогают в том случае, наверное. Ну, в основном, конечно, помогают, но, как говорится, свою голову всем не представишь. Поэтому надеюсь, что поможет и впредь совершать не будет правонарушения. Большинство опрошенных нами пассажиров уверенно заявили нарушителей, осуждают и сами никогда не перебегают через ЖД пути. А бывший следователь транспортной прокуратуры Антон, который также на платформе ожидал свою электричку, пояснил, почему. Идет встречный поезд, и человек смотрит вперед, он полагает, что он его слышит, а поезд идет сзади, он его не видит. И вот это самый опасный момент, и еще опасный момент, так называемый выступающей частью поезда. То есть рейс вот он такой, а есть еще выступающая часть. И очень часто человек погибает, когда его именно выступающей частью, ну, просто сбивает. Конечно, нарушать или не нарушать – это личный выбор каждого из нас. Но подумайте, стоит ли рисковать своей жизнью ради сэкономленных времени и денег.